Утро в Доме Российского Исторического Общества началось с расширенного заседания Совета Фонда Истории Отечества. Открывая встречу в стенах парадного Александровского зала, к собравшимся обратился Сергей Нарышкин, озвучив важное решение Московской мэрии. Принято решение правительства Москвы о продлении пользования вот этим зданием Домом Российского Исторического Общества на 20 лет. За этим решением правительству стояла большая работа, поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, выразить признательность правительству Москвы и лично Сергею Семеновичу Собянину. На заседании были подведены итоги работы фонда за прошедшие три года, а также обозначены основные приоритеты на год 2020. Огромный проект международного назначения. Это фонд вместе с группой компании «Просвещение» помогает и работает вместе с нами по разработке конкурса «Уроки Победы». Этот конкурс охватывает не только всех учителей и школьников Российской Федерации, но и ближние и дальние зарубежья. Мы очень надеемся, что результаты будут очень яркие, хорошие и уже сейчас приходят, как я знаю, региональные оценки этой деятельности. Фонд «История Отечества» был создан указом президента Российской Федерации 6 апреля 2016 года. За прошедшие три года работы фондом было реализовано более 350 проектов. В крупнейших российских городах состоялись конференции, круглые столы и выставки, изданы десятки книг и монографий по истории, выпущены документальные фильмы. Ежегодно проводится конкурс педагогического мастерства «История в школе. Традиции и инновации». Участие в нем может принять педагог из любого региона России. Успешно третий год работает и историко-просветительский портал. Большая часть обсуждений прошла за закрытыми дверями, но очевидно, что среди главных тем предстоящего года победа Великой Отечественной и ее 75-летняя годовщина. Как стало известно по результатам обсуждения, в следующем году совместно с Музеем современной истории России готовится масштабная конференция по итогам выставочного проекта об освобождении стран Центральной и Восточной Европы от нацизма. В этом году серия планшетных выставок с успехом прошла в Болгарии, Румынии, Польше и Словакии, а в 2020-м экспозиции будут открыты в еще ряде зарубежных стран. Кроме того, ко дню начала Великой Отечественной планируется приурочить выставку и научную конференцию на тему участия советских граждан в европейском сопротивлении. Ее намерено открыть в Страсбурге 22 июня. Как раз в это время там будет проходить сессия ПАСЭ. Еще один масштабный проект, который охватит всю страну – подготовка серии фотодокументальных выставок о преступлении нацистов на территории Советского Союза. По итогам обсуждения был утвержден бюджет фонда на 2020 год. А в конце заседания в Александровском зале состоялась торжественная церемония награждения. Важная церемония состоялась и во внутреннем дворе Дома Российского Исторического Общества. Первый председатель еще императорского русского исторического общества, князь Петр Андреевич Вяземский, отныне увековечен в бронзе. Петр Андреевич Вяземский был выдающимся талантливым человеком, друг Пушкина, Жуковского, поэт, дипломат, видный государственный деятель. Он тонко чувствовал свою эпоху и настроение российского общества. Символично, что с сегодняшнего дня памятник первому председателю русского исторического общества, князю Петру Андреевичу Вяземскому, будет стоять здесь во дворе Дома Современного Российского Исторического Общества. Петр Андреевич Вяземский, князь Вяземский, был заместителем министра просвещения России, и поэтому, конечно, это вдвойне приятно, что этот удивительный человек, который стал основателем Российского Исторического Общества, был еще и большим просвещенцем, и что именно его памятник будет находиться здесь, и как-то взаимосвязано все. История просветительства, история просветительства и образование. Спасибо. В торжественный момент и в одно мгновение шелковую ткань срывают с памятника. Работа скульптора Леонида Баранова, над которой он трудился в своей мастерской последние полгода. Памятник он долго искали достойное место, а теперь, как символ исторической преемственности, Вяземский, выполненный в полный рост, встречает всех вновь пришедших в Дом Рио. Время, дождик, снег, солнце, там, не знаю, люди, все будет меняться. Так что бронза-то, она тем и хороша, что она своей жизнью живет. Петр Андреевич Вяземский тонко чувствовал пульс эпохи и понимал значение истории для воспитания новых поколений. Князь работал и в Министерстве финансов, занимал должность директора департамента внешней торговли. Собирал и анализировал огромное количество информации из разных источников. Так что можно смело предположить, что в какой-то степени Вяземский, не только поэт, историк, дипломат, он был причастен и к разведывательной деятельности. И это созвучно с темой дискуссии, которая прошла в этот день в Доме Рио и была посвящена предстоящему столетию службы внешней разведки. Именно в 1920 году отечественная внешняя разведка оформилась в качестве самостоятельного и постоянно действующего подразделения. В условиях дипломатической изоляции молодого советского государства иностранный отдел ВЧК приступил к созданию разветвленной агентурной сети в Европе. И внешняя разведка стала практически единственным каналом, по которому руководство страны получало сведения о истинных планах и замыслах западных правительств в отношении Советского Союза. Датой создания службы внешней разведки принято считать 20 декабря 1920 года, когда председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Держинский подписал приказ о создании иностранного отдела ВЧК при НКВД РСФСР. В сложнейших условиях революционного времени удается взрастить целую плеяду профессионалов, дальнейший вклад которых в историю страны невозможно переоценить. У вас в штаб-квартире есть прекрасный музей. И мне кажется, очень хорошим дополнением для этого музея будут муляжи, фактически это полноценные копии личных дел первых руководителей советской политической разведки. Довтиана Якова Христофоровича, о котором вы упоминали, Тейлисера Мейера Абрамовича, Мессинга Станислава Адамовича, Артузова Артура Христофоровича и Суцкого Абрама Арумича. Я с большим уважением передаю эти кадровые дела, Сергей Евгеньевич, вам, и надеюсь, что они пригодятся той многотрудной работой, которой занимается уважаемое ведомство. Несмотря на формальное признание СССР, Великобритания и Франция по-прежнему стремились ослабить Советский Союз. В конце 1930-х к этому прибавилась еще и угроза прямого гитлеровского вторжения. Именно донесения внешней разведки, не в последнюю очередь, позволили Советскому Союзу выйти из международного кризиса и не дать втянуть себя в войну на заведомо проигрышных условиях. Это при том, что сама разведка в конце 30-х переживала далеко не самые легкие времена. Сталинские чистки коснулись почти 60% личного состава. Лучшие люди внешней разведки подвергаются репрессиям. Их расстреливают, ряды редеют. Что делать? Нужно срочно пополнять на носу, как говорится, война. И здесь упоминалось уже имя талантливого руководителя внешней разведки товарища Фитина, который сумел в короткие сроки вновь сплотить аппарат внешней разведки и закордонный, и центральный аппарат. И мы в Отечественной войне показали всю силу и непобедимость нашей внешней разведки. Донесение кембриджской пятерки, в том числе и легендарного разведчика Кима Филби, который главным своим достижением называл добытые им данные по Прохоровке. Они сыграли ключевую роль в сражениях на Курской дуге, а впоследствии и в исходе всей Великой Отечественной. Информация, которую добывали наши разведчики по созданию атомного оружия в западных странах и другие бесценные сведения истории уже послевоенной, многое до сих пор остается засекреченным. Совсем недавно мы приняли решение о рассекречивании имен семи сотрудников, официально это называется, сотрудников особого резерва. Ну, для всех это нелегальная разведка. Вот, к сожалению, не все из семерых сейчас живы, ушли уже от нас. Я подписал соответствующий приказ, но мы расскажем о их жизни, частично расскажем о их работе. Это тоже будет в наш вклад в этот юбилейный год, 100-летие службы внешней разведки. К столетию СВР была приурочена и торжественная церемония гашения художественных почтовых марок. Кроме того, в этот день наградили лауреатов премии службы внешней разведки в области литературы и искусства. Премии носят имя выдающегося советского и российского политика и дипломата Евгения Максимовича Примакова. В завершении в выставочном пространстве Дома Рио открыли экспозицию, посвященную истории и традициям празднования Нового года. Историю традиций, история того, как наряжается елка, как появились, где и как появились первые игрушки, какая была первая открытка, как она отправлялась в почту или не почту, и в каком концерте, что показывалось на телевидении, какой первый мультфильм, откуда появилась снегурочка, кто она для Деда Мороза и так далее, когда прошла первая елка в Кремле, ну и так далее, и так далее. Сегодня Новый год – важная часть нашей культуры, а изучение истории этого праздника позволяет нам сохранить чувство общности и единения. Служба информации Российского исторического общества.